Эти автобусы оснащены всем самым необходимым. Современная система безопасности, глонасс, топограф, удерживающие ремни и удобный стеллаж для перевозки личных вещей. Преимущество новых автобусов успели оценить и водители. Один из них – Владимир Лисицын, который сидит за баранкой уже 8 лет. По его словам, главный плюс современных машин – пассажирские кресла. Ремни безопасности смогут удержать любого ребенка в случае ДТП или экстренного торможения. Здесь ремни безопасности совсем другие. Вот они какие. А предыдущие были только поясничные, а это уже идет на грудные. Наталья Колобекова приехала в Самару из Чапаевска. Там она руководит образовательным учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них новый транспорт жизненно необходим. На вооружении школы уже есть автобус. Теперь автопарк пополнит и новая «Газель», рассчитанная на 10 воспитанников. Новая «Газель» для нас большое подспорье, маршрут для которого уже давно был продуман. И на сегодняшний день мы полностью справляемся с поставленной задачей, с подвозом наших воспитанников. Руководители образовательных центров получили ключи от автобусов из рук главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и пожелал учителям успехов в новом учебном году. У нас ежедневно, по-моему, порядка 17 тысяч детей подвозятся в школы на школьных автобусах. И, конечно же, приоритет наш главный – это, в первую очередь, безопасность транспортных средств, как безопасность и в самих школах. И это, конечно же, комфорт. Напомним, правительство Самарской области закупило 69 автобусов в преддверии нового учебного года. На это потратили 135 миллионов рублей из регионального бюджета. Транспорт будет курсировать по 83 маршрутам и перевозить до 1969 детей ежедневно. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.